Это видео будет о глоточных дугах и их производных. Итак, давай начнем. Это будет фронтальный или вентральный вид эмбриона на третьей неделе. Развивающийся эмбрион будет иметь два конца — голову или черепной конец, и хвост или хвостовой конец. Эмбрион начнет складываться в двух плоскостях или осях — кроне каудальной оси, латеральной ось. И просто чтобы упомянуть здесь об этом, это будет нервная трубка, лежащая внутри эмбриона. На четвертой неделе это будет свернутый эмбрион, если смотреть сбоку. Здесь будет устиция, сердечная выпуклость и нервная трубка. Сбоку от устиции чуть выше сердечной выпуклости, к четвертой неделе развивается шесть пар четко очерченных выростов, называемых глоточными дугами. Эти глоточные дуги представляют собой разрастание зародышевого слоя мезодермы, инфильтрированного клетками нервного гребня. Если мы сделаем разрез у эмбриона вдоль глоточных дуг, это будет вид изнутри глоточных дуг, которые видны парами на боковых сторонах эмбриона. Теперь давай увеличим эту область и посмотрим на анатомию этих арок. Эти глоточные дуги называются аркой номер один, аркой номер два, три, четыре и шесть. Пятой глоточной дуги у человека не существует. Она либо исчезает, как только формируется, либо не формируется вообще. С внешней стороны глоточные дуги отделены друг от друга глоточной расщелиной, также называемой глоточными бороздками. Глоточных борозд всего четыре. Допустим, первая глоточная расщелина лежит между первой и второй глоточной дугой. С внутренней стороны глоточные дуги разделены небольшими вогнутостями или углублениями, называемыми глоточными мешочками. Глоточных мешочков тоже четыре. Вместе глоточные дуги, глоточные расщелины и глоточные мешочки составляют систему глоточных дуг. И каждая из составляющих системы глоточных дуг даст начало различным структурам головы и шеи. Каждая дуга в своем центральном ядре питается артерией, нервом и хрящом. Нервное питание первой глоточной дуги — это пятый черепно-мозговой нерв или тройничный нерв. Лицевой нерв иннервирует вторую дугу. Третья дуга иннервируется языкоглоточным нервом. Четвертая дуга иннервируется блуждающим нервом. А шестая дуга иннервируется возвратной ветвью гортанного нерва блуждающего нерва. Хрящ первой дуги называется хрящом Мекле, а хрящ второй дуги — хрящом Рихерта. Остальные дуги не имеют конкретных названий для своих хрящей. Если мы посмотрим на зародышевые слои, из которых состоят эти глоточные дуги. Внешняя стенка этих глоточных дуг состоит из эктодермы. Энтодерма будет составлять внутреннюю стенку этих арок, а их центральное ядро состоит из мезодермы. Также не стоит забывать, что мезодермальное ядро будет захвачено клетками нервного гребня из нервной трубки. Теперь давай посмотрим на производные системы глоточной дуги, и сначала поговорим о производных борозд и мешочков. Первая борозда и мешочек участвуют в формировании ушных структур, таких как наружный слуховой проход, первичная барабанная полость и евстахиева труба. Часть дуг, оставшаяся между первичной барабанной полостью и наружным слуховым проходом, в конечном итоге станет будущей барабанной перепонкой. Вторая, третья и четвертая бороздки стираются разрастанием второй дуги. Эта область со временем станет будущей шейной пазухой. Второй мешочек также стирается в результате развития нёбной миндалины, но часть его остаётся в виде миндалиновой ямки. Третий мешочек расширяется дарсально и вентрально на два отделения. Его дарсальный компонент даст начало нижней паращитовидной железе, а его вентральный компонент присоединится к своему анатомическому аналогу, образуя вилочковую железу. Третий мешочек также расширяется дарсально и вентрально. Его дарсальный компонент даст начало верхней паращитовидной железе, а его вентральный компонент сформирует ультимобронхиальное тело, которое позже даст начало парафолликулярным клеткам щитовидной железы. Давай теперь посмотрим на производный отарок. У каждой арки будет мышечная производная и скелетная или хрящевая производная. Мышечной производной первой дуги будут мышцы жевания, тензорные мышцы, такие как тензорные барабанные перепонки и тензорные нёбные мышцы. Подъязычная мышца и передняя брюшная часть двуглавой мышцы также являются примерами мускулатуры первой дуги. Скелетная производная первой дуги — это в основном верхняя и нижняя челюсти, ушные кости, такие как молоток и наковальня, также являются производными от первой дуги. Мускулатура первой дуги будет иннервироваться нервом той же дуги, которая является тройничным нервом. Мышечной производной второй дуги являются мышцы выражения лица, стременная мышца, шаловидная кость и задняя брюшная часть двуглавой мышцы. Скелетной производной второй дуги являются стремя, шаловидный отросток височной кости и малый рог подъязычной кости. Мышцы второй дуги также иннервируются нервом самой второй дуги, который является лицевым нервом. Мышечной производной третьей дуги будет стилофарингеальная мышца, а ее скелетной производной будет большой рог подъязычной кости и часть тела подъязычной кости. И снова мускулатура третьей дуги будет иннервироваться нервом самой третьей дуги, который является языкоглоточным нервом. Мышечной производной четвертой дуги будет глотка, а мышцы гортани и ее хрящевые производные — хрящи гортани. Мышцы будут иннервироваться нервом четвертой дуги, который является блуждающим нервом. Мышечные производные шестой дуги — такие же, как и четвертой дуги, за исключением персневидной щитовидной мышцы. Ее хрящевые производные — это персневидный, черполовидный и роговичный хрящи. Мышцы шестой дуги будут иннервироваться возвратной ветвью гортанного нерва блуждающего нерва.